Всем большой привет! Сегодня у нас обзор телефона Lenovo A916. Итак, приступаем к распаковке. С новой почты пришла посылочка. Отлично! Вот он наш телефончик. И в комплекте пришел еще чехол от продавца, как и было указано. И даже пленочка. Отлично! У нас сегодня Lenovo A916. Так, открываем. Сначала все эти сюда ложим. Открываем сам аппарат. На аппарате у нас простая в руках коробка. Довольно такая упругая. Защищены здесь чувствуются сам аппарат и телефон. Ну, по внешним описаниям, вот здесь информация. Можете сейчас увидеть, что указано, что 8 гигабайт. И у нас Lenovo A916. Изготовлен в 2014 году, в ноябре месяц. Ну, довольно свежая модель. Смотрим внутри. Внутри у нас идет вот в таком вот кейсе, выезжает сам телефон. Вот так вот, выехал. Телефон, зарядное устройство белого цвета, как и на Lenovo P780 или у других моделей. Предполагаю, что на 2 ампера. Нет, у меня такой на Lenovo P780 2 амперный, а здесь на 5 вольт 1 ампер. Идет переходник в комплекте, довольно плотный, чувствуется. Так, мы его ложим сюда. Здесь инструкция. Здесь еще QR-код на какое-то приложение. Так. Инструкция и еще какая-то книжечка. Так, это все с Китая, наверное, пришло вместе с телефоном. Ложим все назад. Длинный USB. USB посмотрим, оригинальный или нет. Ну, на моем Lenovo P780, то здесь стояли логотипы Lenovo. А здесь нет. Но, шнур обычный, добротный. Итак, сам аппарат. Коробочку в стороночку. У нас осталась пленка. Пленка силиконовый бампер. Ну, что хочу сказать. Аппарат довольно интересный в руках. Если его сравнивать. Вот, крутая модель Nokia 1100 и эта. Они, конечно, вообще даже не сравниваются. То есть, как вы понимаете, это совсем не подлежит сравнению. В руках довольно приятно лежит. Очень приятные ощущения. Что хотелось бы сразу отметить. Уже заранее есть заводская пленка. Которую впоследствии надо будет снять. И заменить. Когда будет уже испорчено. Заменить на эту. Продавец прислал. Покупал я в Украине. Цена 2.700 с копейками. Или 2.670. Что-то такое. И давайте непосредственно перейдем на обзор по разъему. Сейчас вы видите, это разъем под наушники. Он находится в верхней части с этой стороны. Разъем под наушники. Здесь находится разъем, не закрывающийся никакой заглушкой. То есть, отверстие довольно глубокое. И что меня вот пугает, что очень глубоко сидит. Надо срочно проверить, заходит ли туда USB. Да, USB довольно глубокий. Так, пробуем. Сам разъем. Вставляем. Да, довольно хорошо заходит. Это который идет в комплекте. Пробую посторонний. Который в комплекте не идет. С другой модели. Все ли совпадает. Да, я ошибался. Довольно все четко. Здесь находятся датчики приближения освещенности. Здесь камера находится. И мы можем увидеть, что больше никаких входов и, в принципе, и не надо. Внизу находится микрофон. Вот он. И здесь качелька громкости. Вверх-вниз и само включение. Внизу три сенсорные клавиши, которые не подсвечиваются. Сейчас мы точно это узнаем, когда его включим. Итак, включение. Вот у нас происходит включение. А я открываю информацию. Больше вам сказать об этом аппарате. Покупал его на одном из интернет-магазинов в Украине. Нужно было моим друзьям срочно телефонный довольно хороший. О, какой красивый. Какие красивые цвета. Так, он у нас потух. Вверх. При блокировке. Так, сим-карты здесь нету. Ну, скажу, что цветопередача отличная. Пиксели и корректность передачи такая живая. Фонарик. О, какой яркий фонарик. Фонарик с желтоватым оттенком. Ну, чтобы вы понимали, о чем я. Если взять аппарат Lenovo P780, то сейчас сравним. Вот аппарат Lenovo P780. Хотя на вид этот и этот. Да нет, вроде одинаково. Это после дневного освещения, которое над головой кажется. Ну и видно двойная вспышка. То есть довольно яркая. В два раза будет ярче. То есть это его уже большой плюс в освещении. Так, у нас кнопки, как я и говорил, не подсвечиваются. То есть даже если датчик освещения. Ну, это ни для кого не должно быть проблемой. Аппарат поддерживает, конечно же, для бюджетной модели две сим-карты. Операционная система здесь. Android 4.4.2 KitKat. Для того, чтобы это убедиться, заходим в настройки. А это дает много преимуществ. Например, во время программ и каких-то игр опускается шторка. Ну и там другие возможности. Стабильность. Так вот, о телефоне. Выбираем раздел информации об устройстве. И версия Android 4.4.2. Проверочка. Несколько раз кликаете. Появляется буква K. Вы крутите. И вот появилась Android 4.4.2. Итак, дальше по параметрам. Дисплей IPS 5.5 дюймов. Пикселей количество 1280 на 720. Процессор восьмиядерный. MTK6592M. Cortex-A7. Графический процессор. Melee 450 MP4. 1 гигабайт оперативной памяти. И эти параметры, в принципе, у вас сейчас высветились на экране. Обратите внимание, номеронабиратель какой здесь довольно приятный. То есть, все играет роль от прошивки. Но как же не посмотреть тест Antutu? Давайте вместе с вами это сделаем. Antutu Benchmark. Запускаем. И проведем тестирование. Нажимаем Lenovo A916. Тест. Итак, у нас Antutu показывает наше устройство 210004. Нажимаем подробно. Видим, что... Так. Возможно, что-то не до конца протестировало. Но, тем не менее, уже 21000 показывает. На сегодняшний день Meizu MX4 показывает до 50000. А это очень большой показатель. Xiaomi Mi 4, например, имеет показатель до... То есть, 45000 примерно. Xiaomi Mi 2. Возможно, что-то блокирует. Ну, чтобы сказать, что хочу еще раз проверить. Нет. То есть, понимаю, что все-таки показатели прекрасные. То есть, все для того, чтобы просто работать и наслаждаться таким телефоном в работе, играми, программами. И он будет удовлетворять. Аккумулятор держит достаточно хорошо. То есть, вот три дня он не заряжался. При получении он был Wi-Fi 50%. Wi-Fi был включен. Сейчас вот 8%. Как видите, довольно хорошо. Давайте проверим камеру. Люблю это делать. Положим сейчас вот пленочку. И сфотографируем. Сначала в настройках мы выберем разрешение, соответствующее максимальным параметрам. А для этого необходимо зайти в настройки фотоаппарата и выбрать качество. Здесь стоит 13 мегапикселей. Можно поставить до самого меньшего. Но этого нет смысла. Так, размер пропорций на весь экран. Да, нас интересует на весь экран. Звук затвора, направляющие. Это размер, значит, будет 9,5. То есть, если вы на весь экран развернули, стало меньше. Ну, то есть, что в этом играет? 13 мегапикселей с обрубанными концами фотографии. Ну, и вот посмотрите, как оно передает. Давайте сфотографируем. Сначала для качественного фотографирования лучше нажать посредине, чтобы он сфокусировался, а потом делать снимок. То есть, он сделал его без вспышки. И у нас вот стопроцентное приближение. Как видите, картинка даже на экране на пленке была написана. Так, довольно хорошо. А сейчас со вспышкой сделаем. Да. Вспышка включается аккуратным нажатием на непосредственно саму вспышку. Он, оф и автомат нам надо принудительно. Итак, включаем. Снимок. Смотрим снимочек. Но снимок вышел еще качественней, четче, вплоть до того, что видно пиксели эти. Хорошо. Камера довольно качественная и передает очень качественно картинку. Если посмотреть на чехол, который здесь, и макросъемка тоже работает очень хорошо. То есть, она сфокусировалась и показывает. Если сюда отнесли, показывает вам четко картинку. И фотографируете. У нас в этой модели есть необычное явление, которое сейчас делают в многих телефонах. Если телефон белый, то крышка сзади белая. И у него такая под кожу сделана крышка задняя. То есть, на первый взгляд вам кажется, что это у вас кожа, но на самом деле это пластмасс. И в руках очень приятно, ощутимо держится. Как будто прошита ниточкой, если вы видите. Здесь динамик. Динамик довольно громкий. Что очень преимущественно. Так как это один из плюсов, что если показывать кому-то, например, какой-то ролик или ехать в маршрутке или где-то в другом месте, это будет очень хорошо. Итак, слушаем. Переключаю слепую. Проверяем, вся ли эта громкость. Очень чувствительные клавиши. Да, громкость вся. Вот с закрытым динамиком. Это с открытым. На столе, когда ложишь, благодаря тому, что камера немножко выходит из своего, так сказать, корпуса, что не очень хорошо, если без чехла, то будет вот так вот играть он. Довольно громко, так как динамик прижимается, не прижимается к поверхности. Но хочу вас обрадовать, что к этой модели еще есть чехол. Чехол А916. Тоже заказали. Красного цвета, так как это для друзей Максима и его супруги. Вот такой вот чехольчик. Чехол книжка. Здесь уже идет крепкий защитный такой обхватывающий бампер. Не силиконовый. И чем примечательно, что он подходит под все отверстия. Мы его одеваем. Как видите, идет так. Раз, раз. Здесь. Отлично. Все стало на свои места. Все плотненько стало. Так, нет, что-то не пускает где-то. Надо, чтобы хорошо прошлись и за все края захватило. Теперь он находится в таком защитном чехле. То есть он выглядит вот так вот. Нажимаем. И здесь включается. Доступ очень удобен. Клавиша. Когда закрываете, здесь магнитная защелочка. Как видите, очень удобно и быстро закрывается. Выглядит не толсто. То есть, если посмотреть на мобильный телефон Lenovo P780 в чехле и в защитном, он нормально для своих размеров выглядит. Как кошелечек. Снизу по-прежнему доступ к микрофону. Вверху доступ к зарядке и наушникам. Здесь динамик открытый. Когда тебе звонят, вы не увидите. Так как надо просто открыть телефон. Но если вы кому-то позвонили или вам позвонили, вы открыли, взяли звоночек. Ну вот, например, демонстрирую. Нажали. Взяли трубочку, например. Алло. Вы же закрываете. И она отключает, аппарат отключает экран. Соответственно, вы можете продолжать разговаривать. Доступ к динамику, камере и вспышке открыт. Значит, ничего не будет препятствовать ни проникновению света, ни проникновению изображения, ни выхода звука. Довольно все приятно на ощупь и удобно. При падении он будет защищен. То есть, он не имеет таких выступов снаружи телефона. Чехол возьмет все на себя. Чехол не из дорогих, простых, но нормальных. Посмотрим силиконовый еще чехол, который идет к нему. Это бампер силиконовый, который идет под него. И я покажу вам, как он будет выглядеть в нем. Вытягиваем его из этого. А, кстати, плюс этого чехла, который сейчас на экране показан красного цвета, что он может ставиться вот в такое положение. И выглядит он вот так вот. То есть, вы можете очень удобно смотреть видеоролики. Смотреть, пользоваться YouTube и тому подобное. Кстати, вы находитесь на канале Сергея и Валя Грачевы. И пользуюсь возможностью сказать, что на нашем канале много видеообзоров. И вещами, которыми мы пользуемся сами. Если вам нравится наш канал, приглашаем вас подписаться. Ну, а теперь вытягиваем его из бампера. Пластмассового бампера, не силиконового. Вытягивается он довольно тоже с усилиями. Берем силиконовый. У силиконового матовая стенка задняя. Вот если вы видите, она не прозрачная. Руку мою не видно. И влаживаем сюда нижнюю часть. Засунули. И теперь надели по бокам. Тоже довольно неплохо. Немножечко нужно привыкнуть к силикону, чтобы не топырилась боковинка. А так хорошо все сидит. Вот так вот. Но при таком раскладе не защищается экран. То есть, при падении он не защищается. В сумке будет царапаться вся пленка. Хотел бы показать еще, как он открывается. Как снимается задняя крышка. Практически на всех моделях есть в определенном месте. Чаще всего это снизу. Вот маленькая выемка. Присмотритесь. Это и есть отверстие для того, чтобы снять крышку. Плавненько начинаете не в сторону громкости, а в сторону, где нет никаких клавиш. Вот так вот ноготь тянете. Если у кого-то слабенькие ногти, то предлагаю использовать карточку пластиковую. И открывается по периметру. Внутри он выглядит именно так. Имеет емкость аккумулятора 2500 мА. Две SIM-карты. Большой динамик. Все простенько. Все довольно ясно видно. И разъем под карту памяти. Карту памяти я сюда буду ставить 32 ГБ. Это 10 скорость. 10 скорость. Вот так вот выглядит аккумулятор. Аккумулятор тоненький, не вздутый. И здесь находятся все необходимые для информации данные, которые подтверждают, что это является Lenovo A916. Ну что, рад был вам показать, как выглядит сам аппарат. Теперь приступаю к его настройкам. Но это будет уже делаться не на видео, так как люди попросили поставить определенные программы, поставить определенные карты для навигационной системы и сделать максимальные настройки, чтобы он работал стабильно. Спасибо вам. С вами был Сергей. Это канал Сергей и Валя Грачевы. Всего хорошего вам. Пока-пока.